всем привет и сегодня у меня на обзоре вот такая замечательная зарядка от компании sky rc те кто уже давным-давно в хобби наверняка помнят просто классику классическую зарядку который называется аймакс b6 и наконец-то компания sky rc выпуская 10 лет один аймакс b6 решила обновить линейку и выпустила вот такую вот современную маленькую миниатюрную тревел зарядку который называется b6 neo данную зарядочку мне предоставил на обзор мой замечательный друг коллега по хобби участник нашей группы и просто подписчик михаил большое ему человеческое спасибо за это давайте на нее на эту зарядку внимательно посмотрим раз глядим и в общем сделаем такой небольшой обзор погнали итак какие основные фишки нам предлагает компания sky rc в данной зарядки а вот здесь вот они все у нас и отображены ну во первых это новый процессор арм корн и тем 4 чтобы это не значило но процессор здесь у нас стоит новый значит все должно работать четко зарядка имеет два входа обычные x60 и кроме этого здесь еще имеется иди разъем то есть тайп си что это такое об этом поговорим немножко чуть попозже что к этому разъем можно подключить зарядка максимум может выдавать 10 ампер имеет легкий вес имеет интеллектуальный кулер интеллектуальный понятный интерфейс мультиязычный в котором собственно нет русского языка но зато есть английский давайте вот откроем наш коробочку такая вот лимит от эдишн значит новогодняя скоро новый год и поэтому вот аймакс видимо решила вот таким вот образом маркетологи оформить данную коробку зарядка кстати имеет достаточно большое количество цветов выпускается в разнообразных цветах такая нарядная даже есть розовый для девочек если кому интересно можете посмотреть на сайте давайте откроем посмотрим повнимательнее меню так что у нас коробки ну коробки у нас инструкция которые никогда никто не считает вот такой длинный при длинный белый бумаг с мелким шрифтом на английском языке какая-то пенка и все в общем зарядка у нас вот таком пакетике зарядочка достаточно нарядная имеет три цвета до красный желтый зеленый и в первую очередь когда она ее посмотрел мне показалось что вот эти вот модули как бы съемные да нет в общем то на самом деле это просто такой дизайн коробки что мы можем здесь вот увидеть да ну во первых в первую в первый раз прям глаза бросается отбилие дырок отверстий вентиляционных и достаточно большой кулер там у нас проглядывается значит радиатор тоже немаленькие с одной стороны у нас как раз имеются вот эти вот входные разъемы значит от 10 до 28 вольт на нее можно подать через вексте 60 разъем и через пиди вход type-c вы можете подключить например любой блок питания который имеет данный разъем на самом деле у меня таких вот блок в питании нету но в общем то можно , и вот от такого повербанка я чуть позже покажу давайте пройдемся по интерфейсу значит имеются ножки да но для того чтобы у нас была конвекция воздуха достаточно такая правильная значит с этой стороны у нас есть балансировочный разъем зарядка может заряжать максимально батарейки 6s и это на самом деле прикольно и также классический xt60 для подключения силового разъема с этой стороны мы имеем достаточно большой экран 17 дюйма по моему три кнопки вверх-вниз патчап патчдаун да и кнопочка enter в общем то и все органы управления зарядка максимально может выдавать мощность 200 ватт но это в том случае если вы питаете ее через xt60 разъем вот если же вы питаете ее через тайп си разъем здесь будет соответственно как бы 80 ватт да потому что чистой все разъем вы можете максимально запитать ее по моему только 12 вольтами и так я уже говорил про пиди разъем до фиди вход давайте попробуем запитать ее вот от этого повербанка подключаем вот сюда и вот зарядочка у нас тут happy new year идет предупреждение что собственно как бы не оставлять зарядку без присмостра вот ну в общем это все стандартно дам нажимаем enter и видим что у нас отображается как раз входное входная мощность практически 20 вода вольтаж входной 12 вольт идет у нас с повербанка и только 1.65 также мы можем запитать ее например вот у меня здесь есть лабораторный блок питания я на нем выставил 20 вольт и можем запитать через xt60 разъем тоже зарядка значит кулер у нас проходит тест видимо сама тест какой-то свой он включается потом выключается данная зарядка также может играть роль тестер аккумуляторной батареи то есть если вам в поле где-то приспичило померить ваш аккумулятор вы можете банально просто прицепить вот сюда балансировочный разъем и посмотреть значение на банках кстати очень удобно здесь вот сделан балансировочный разъем он имеет такие ключики да поэтому вы не не подключите не получится подключить вот этот разъем как бы кверх ногами вот например у меня есть зарядка от улки тирси здесь вот сделано разъем не очень удобно я периодически включает вот так то сяк в общем а здесь вот ошибиться будет сложно в общем вы подключаете и сразу зарядка вам показывает сколько вольт у вас на каждой банке также суммарный заряд аккумуляторной батареи 2497 вольт данном случае и разность напряжения между банками то есть средняя разность напряжения 17 мили вольт а сейчас я подключу зарядник к лабораторному блоку питания на котором я выставлена чуть больше 20 вольт подключаем разъемы к 60 к входу все зарядочка загрузилась здесь у нас на самом деле на центральном экране не какой информации полезной не отображается до тех пор пока мы не подключим аккумуляторную батарею в данном случае меня батарейка 6s подключаем вот балансировочный разъем мы уже видим напряжение питания на аккумуляторной батареи 22 вольта 22 с половиной батарейка у меня здесь фактически полностью разряжена если мы нажмем кнопочку вверх то мы попадаем на страницу где мы видим вольтаж по ячейкам а также в общем суммарное напряжение и разброс по ячейкам в мили вольтах следующая страница позволяет нам видеть по ячейкам внутреннее сопротивление но в данном случае у нас нули потому что мы не провели тест данный аккумуляторной батареи который у нас выполняется через другое меню я чуть позже покажу ну и последняя страничка это показатели с нашего дисси входа то есть мы видим что у нас сейчас 20.16 вольт с точностью до сотых на лабораторнике у меня 2023 а здесь 2017 и cutoff это значение при котором у нас зарядка в общем-то перестанет функционировать то есть перестанет работать давайте проведем такой небольшой тест сейчас буду понижать входное напряжение до 11 вольт и по идее зарядка у нас должна вырубиться да все пишет дисси интулу то есть не хватает входного напряжения для того что у нас нормально заряжалась зарядка функционировала повышаем опять до 20 и у нас все опять работает давайте пройдемся немножечко по меню значит у данной зарядки как я говорил ранее есть а может быть и не говорилось честно я уже забыл есть два меню это меню соответственно charger да которая доступна по короткому нажатию вот этой кнопки давайте сначала с ним ознакомимся charge setting первое первый пункт меню позволяет выбрать нам аккумуляторный тип аккумуляторной батареи зарядка поддерживает все типа аккумуляторных батареи начиная с лития полимерных литий ион и лития железная там молите high voltage металл гидридная кадмилая и свинцовая то есть все батарейки у нас здесь сети по батареек поддерживается также поддерживается от 1 до 6 с количество банок определяется автоматически при подключении балансировочного разъема к зарядному устройству задача которая будет выполняться в данный момент это балансировка зарядка с балансировкой просто зарядка может быть выполняться установка аккумулятор батареи в режим хранения и разрядка кстати данное зарядное устройство как в общем то я читала считается одной из лучшим которое быстро и эффективно разряжает аккумуляторной батареи ну если честно я не проверял давайте оставим баланс charge потому что именно функция это нам понадобится в дальнейшем дальше у нас идет параметр максимальное значение вольтажа на каждой ячейке здесь вот у нас сердечком подсвечивается подсказка да какая необходимая какую необходимо нам выбрать как мы выбрать вольтаж но однако мы можем выбрать и вот 422 но оставим на 420 ток зарядки charge kind у меня выставлен полтора ампера но он может у нас варьироваться от 0 2 ампер до 10 ампер как я уже говорил ранее а следующий пункт меню это у нас собственно кнопка старт после которого у нас начнется процедура зарядки ну и кнопочка back это выход в основной экран давайте теперь посмотрим на меню настроек данного зарядного устройства для этого мы больше одну секунду удерживаем центральную кнопочку enter и попадаем в system settings первый пункт это так параметр который нам позволяет указать параметры защиты в первую очередь софи ти таймер это насколько я понял время при котором у нас зарядка у меня по истечении которого на зарядка автоматически отключится в данном случае у нас указан 240 минут это по моему четыре часа то есть если вы включили зарядное устройство и забыли про него то есть через четыре часа у нас она отключится вот вы можете соответственно это время поменять два параметра trickly charge и holding charge у нас рассчитаны на тех людей которые забывают про свою аккумуляторную батарею которую они поставили на зарядку trickly charge это так называемая капельная зарядка которая начинает у нас выполняться после полного заряда аккумуляторной батареи малым током батареечка у нас потихонечку подзаряжается до тех пор пока вы собственно не не вспомните и в общем-то их не отключите холдинг вольтаж если честно я не нашел никакой информации по этому поводу систем settings заходим сюда здесь мы можем выбрать язык любой кроме русского ну в общем-то скудный достаточно набор минимум input вольтаж это я уже демонстрировал вам ранее соответственно это вольтаж по минимальный вольтаж по входу нашей зарядки от 10 вольт до скольки у нас тут максимально до 25 наверно 24 lcd backlight ну это у нас подсветка средняя самая яркая это у нас звук можно совсем отключить можно сделать погромче я сделаю лоу пожалуй интересная достаточно фишка компли комплишен сигнал да это когда у нас заканчивается процесс зарядки зарядное устройство нас об этом информируют пользователя коротким одним коротким сигналом это круто на моих зарядках такого нету ну кроме как на большой я имею ввиду на маленьких зарядках вот типа вот такой тулки торси в данном случае этой функции нету и мне ее есть честно очень не хватает здесь же данное зарядное устройство может выполнять либо один выполнять один сигнал то есть предупреждающий писк такой либо с какой-то периодически пищать я поставлю пожалуй повторять потому что бывает на ли забудешь и в общем потом хорошо когда зарядочка сама тебя предупреждает о том что батарейка зарядилась варнинг он позволяет выводить нам всевозможные варнинги на дисплей десипуэр данное зарядное устройство может работать в режиме лабораторного блока питания в общем то мне кажется любой зарядник сейчас интеллектуальный так умеет делать этот же в принципе тоже не отстает от других и здесь вот у нас выставляется функционал именно в качестве когда зарядка работает в качестве лабораторного блока питания мы можем выставить вольтаж от 5 до 27 вольт и соответственно можно выставить ток от 0 2 до от 1 до 10 ампер ни в коем случае нельзя нажимать на старт когда у нас подключена аккумуляторная батарея это вы наверное все уже и так понимаете все выходим отсюда следующий пункт меню это у нас тестер батареи батареи метр который позволяет нам выполнять соответственно тест ячеек и замерять внутреннее сопротивление ячейк аккумуляторной батареи проведем тест все достаточно быстро у нас происходит прошел замер всех 6 ячеек страница выше позволяет нам увидеть значение внутренних сопротивлений по каждым по каждой ячейки далее у нас идет заводской сброс если кому необходимо ну и информация о системе то есть версии прошивок серийные номера и подобная информация программное обеспечение зарядного устройства данного можно обновлять для этого есть вот такая вот у нас опция но мы не будем ничего делать сейчас потому что это вообще отдельная тема какая-то регуляторика здесь у нас вот значочки вот эти съетом и так далее ну и возврат этажом выше вот такой вот у нас меню и такой функционал имеется в данном замечательном зарядном устройстве давайте вот зарядим вот этот вот аккумулятор попробуем чуть-чуть подзарядить в режиме балансировки нажимаем старт и зарядочка у нас пошла включился кулер и вот здесь вот мы можем наблюдать на экране как у нас идет зарядка аккумулятора в данном случае у нас идет зарядка током полтора ампера здесь залитые миллиампер часы 8 миллиампер что взрыв залилось сюда и в общем сейчас у нас 35 ватт к сожалению в процессе зарядки мы не можем поднимать ток только остановив например это дело и зайдя опять меню поставив например 3 ампера давайте сейчас я поставлю 3 ампера для скажем так увеличение скорости так все процесс зарядки у нас закончился об этом у нас информирует сообщение дом на дисплее и звуковой сигнал ну что в целом принципе неплохая зарядка это sky rcb 6 него но в общем-то никаких вот бурных эмоций она у меня не вызвала обычная зарядка скажем так обычная трава зарядка похожая на то что у меня есть от тулки торси абсолютно такого же размера вот если их сравнить один в один размер корпусов ну единственно у тулки торси есть естественно ряд недочетов про который я уже говорил ну здесь соответственно сенсорные кнопки которые мне не очень нравится у нее нет звукового оповещения об окончании зарядки а так в принципе зарядка неплохая что касается вот этого педи входа не знаю ребят на мой взгляд в общем-то спорный такой функционал как это назвать и еще я не знаю могли бы сюда вместо этого пендючить типа вот такого вот тайпа разъема для того чтобы мы могли заряжать свои гаджеты во время соответственно зарядки аккумулятора или наоборот от аккумулятор подзаряжать свой мобильный телефон не у всех есть вот такие педи блоки питания у меня по крайней мере вот есть только как вы видели вот этот вот powerbank больше у меня зарядников с таким интерфейсом нету ну зарядка неплохая это намного лучше чем то что раньше выпускала sky rc вот это вот поймать b6 большая теперь вот она в таком маленьком варианте все на этом всем большое спасибо за просмотр надеюсь не сильно я вас утомил данным видео те кто не подписан подписывайтесь на канал заглядывайте в описании пишите комментарии также напоминаю что у нас есть группа в telegram также подписывайтесь в наш телеграм-чат заходите на канал все всем пока